привет викинги из династии викторинокс сегодня у нас подробное сравнение ножа викторинокс форестер и викторинокс рюкзак один соответственно ригельный второй лайнерный по общим параметрам по габаритам ну габариты практически одинаковые плюс минус но вот нож форестер с лайнерным замком несколько потяжелее потому что тут есть металлический лайнер тут же все лайнеры алюминиевые поэтому рюкзак несколько полерче по клиночкам клинок в форестере расположен посередине клинок в рюкзаке расположен с краю ну наверное посередине чуть поудобнее тут же у нас пята клинка такая более мощная замок лайнер лок как я уже сказал очень мощный очень надежный я вам в конце видео ссылки на тест этого лайнер лока где я буквально издевался над ним оставил и он все выдержал очень надежный замок именно в исполнении компании викторинокс тут же нас ригельный замочек он менее надежен он больше склонен к какому-то засорению но интуитивно мне кажется если вот какой-то нож для обычного человека брать то вот этот вот ригельный замочек он интуитивно более понятен раз отодвинули сложили тут же вот обычный человек может и не сразу разобраться тут что надо лайнер отжать что надо складывать то есть такой момент есть открывашки для консерв полностью идентичный тут не на чем подробно останавливаться открывашки для бутылок они же отвертки они же мини ломики видите что у форестера она гораздо мощнее получается плюс она фиксируется лайнер локом то есть тут такой конкретный мини ломик тут же но она чуть менее мощная и никакой фиксации нету обоих открывашек есть такая фиксация под 90 градусов пилы ну тоже практически идентичные но видите что получается на рюкзаке пила чуть пошире и вот у нее угол наклона такой что она чуть поудобнее у форестера пила чуть загнута вверх но это связано с особенностью конструкции то что в одном айду с пилой тут еще идет и штопор в ноже рюкзак же в айду с пилой нету больше ничего то есть ну пилы практически идентичные по своим рабочим характеристикам но вот мне кажется на ноже рюкзак с ригельным замком все-таки она чуть-чуть поудобнее штопора тоже полностью идентичные но вот по поводу шила у рюкзака у нас с ригельным замком есть отверстие в шили у форестера нету ну это какая-то недоработка я не знаю почему не сделать отверстие все-таки функционал бы это как-то несколько расширила ну что в итоге сказать форестер чуть потяжелее этот чуть полегче замок у форестера чуть понадежнее тут менее надежный замок но зато им как-то чуть-чуть проще им будет пользоваться обычному человеку тут у нас фореста и открывашка вот это вот бутылочная имеет фиксацию лайнер лог тут же такого нету то есть в принципе получается что форестер несколько поинтереснее но и понятно он нож из следующего поколения то есть изначально появились ножи с ригельными замками потом ножи с лайнерными замками и с ригельными замками ножи уже сняты с производства поэтому я вам советую если ну есть желание что-то с ригельным замком взять то сделать это сейчас пока они еще есть продажи есть модели которые вам нравятся есть они по нормальным ценам незавышенным то есть лучше всего это сделать ну и каждый из этих ножей имеет определенные преимущества но оба они достаточно интересные достаточно практичные пишите в комментариях кто что из этих ножей бы выбрал а я на этом с вами прощаюсь желаю вам всех благ всего наилучшего спасибо за внимание и до свидания